Доброго дня! Витаю всех друзей! Хочу поговорить о добре и зле. Так получилось, что в 2000 году я пережила тяжелое событие в своей жизни. Я осталась одна, будучи многодетной матерью с детьми, с четырьмя девочками. И в тот момент, когда у меня уже было такое, можно сказать, небольшое отчаяние, я выбрала один способ, один путь. Путь обращения к Богу за помощью. Потому что более на кого-либо надеяться мне не было. И вот после этого мне было предложено, мне открылась такая способность, как яснослышание. И мне было предложено записать многое и передать это людям. Я не оцениваю то, что я записала. Я просто передаю. И вот хотела вам прочитать на тему о добре и зле. Все это было записано очень давно, еще в 2000 году. Но вот добро и зло. Во все века, во все эпохи, во всех странах, самые умные, самые мудрые люди пытались дать определение этим понятиям. Добро и зло. Может ли существовать добро без зла? А может ли победить добро зло? И есть ли зло в чистом виде? Добро. Что это означает? Это самоотдача, не требующая вознаграждения. Это желание, потребность быть полезным и реализация этой потребности. Это умение понимать, чувствовать страдания других и желание облегчить эти страдания. Это нежелание, невозможность сделать зло, сделать кому-либо что-либо во вред, нанести ущерб, как моральный, так и материальный. Добро – это милосердие. Это отсутствие материальных претензий за оказание какой-либо услуги. Добро – это желание помогать, желание сделать человеку приятное и полезное. Доброта всегда тиха, незаметна, несуетна, скромна. Это та истинная доброта, о которой много не говорят.